В третьей секции я хотел бы вам рассказать важную информацию по поводу запуска игры Black Desert Mobile в Японии. Сервера будут доступны с 26 февраля. Точная дата запуска серверов пока неизвестна. На данный момент было предъявлено более миллиона предварительных регистраций. Мы получаем дополнительные подарки в игре. Последний подарок оказалось это эксклюзивные костюмы и купон на изменение внешности. Что касается предварительной загрузки клиента, она будет доступна с 22 февраля. Точная дата неизвестна, скорее всего, именно с 0 часов. Предварительная загрузка клиента нам даст возможность скачать файлы игры, не тратя потом на это время. Создание бронирования фамилии, ника персонажа, выбора сервера и также возможность кастомизации персонажа. Все можно будет создавать изначально пока только 3 персонажа на каждый сервер. Способ распространения игры будет через APK файлы и через Apple Store. Если у вас есть японские аккаунты, то вы можете скачивать игру напрямую из этих источников, из этих магазинов. Те, кто, например, будет играть на iOS, у меня есть возможность поделиться с вами аккаунтом. Для скачивания вступайте в Discord, ссылочку я оставлю в описании, я вам помогу скачать игру для iOS. Для Android игра будет распространяться через сообщения в группе. Опять же ссылочка будет в описании в Discord. И оставлю чуть позже ссылки в описании к этому видео, где можно скачать APK файл, чтобы установить играть на Японии. По поводу серверов. На данный момент я определился, на каких серверах сейчас играть, на какой сервер пойдет российское сообщество. В данный момент есть 3 версии игры. Это Тайвань, Корея и Япония. Кому интересно, вот сервера, на которых играют в других регионах российские игроки, на Японии сервер будет называться Данделиан, одуванчик. Вот так тут он выглядит. Есть похожий сервер, будьте внимательны, не перепутайте название, именно будем играть на вот этом сервере. Что касается гильдии, будет создана своя гильдия, скорее всего она будет называться Русия. Для российских игроков, все кто захочет, можете присоединяться, всегда будем рады. Также будем набирать англоязычных игроков и будем экспериментировать этот раз на Японии. Мы попробуем присоединиться к топовой японской гильдии. Поэтому все, кто будут топить, у кого есть возможность, например, донатить, либо много времени проводить в игре и хочет именно быть в топе, добро пожаловать, будем присоединяться к одной из топовых гильдий. Нам было выделено примерно 10 мест. Так что, я надеюсь, такое количество игроков найдется, кто захочет поиграть на Японии, именно прям вот жестко-жестко хардкорить. По поводу отличия игры от Кореи, Тайваня, стоит ли переходить и вообще зачем играть на Японии. По поводу баланса игры, на данный момент будут доступны начальные локации, будут доступны только 5 классов классических, Лучник, Воин, Гигант, Валькирия и Волшебница. И базовые какие-то начальные уровни. То есть, будет все по классике, 60 уровень максимальный, там не будет, например, земли доблести и прочих элементов, даже не будет мирового босса на старте, поэтому это отличный шанс опять начать играть по классике, посмотреть о развитии. Обещали не более сбалансированный донат сделать, более сбалансированный шикоту тот же самый, например, или какие-то другие элементы в игре. То есть, более такой плавный старт будет. Вот из опыта на Тайване скажу, что, скорее всего, здесь будет даже более мягкий старт, более сбалансированный. Тайване понравилось в плане баланса игры, в плане доната. Поэтому я ожидаю от Японии тоже хороших возможностей, хорошего старта. Но есть также минус. Скорее всего, пинг у вас будет большой, в районе 250-300 миллисекунд. Поэтому, если вы сейчас играете на данный момент на Тайване, на Корее, если у вас нету желания и стимула чисто там попробовать игру, либо вы хотите заново начать, либо еще каким-то причинам перейти, то я не думаю, что стоит идти на Японию в данном случае. В общем, будем следить за развитием проекта на Японии, будем следить за новостями, за изменениями, как будет развиваться игра в данном регионе. Опять же, будем стримить игру. 26, повторяюсь, февраля будет запуск. Более подробную информацию о времени я обязательно выложу в группе, в Дискорде и в сообществе на YouTube-канале. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.